Добрый день, друзья! С вами канал Жизнь Прекрасна. Сегодня я буду готовить болгарский соус лютеница, но по-питерски. Узнали об этом соусе только в этом году. Друзья угостили. Понравилось. Нашли рецепт и приготовили. Получилось очень вкусно. И решили сделать еще одну порцию. Для приготовления классического рецепта нам понадобится болгарский перец, баклажаны, морковь, чеснок, острый перчик, сахар, соль, петрушка и оливковое масло. Но мы любим эксперименты и решили классическому рецепту добавить сельдерей, карри, куркума, лук и паприку подкопченную. Также уксус. Все овощи для соуса лютеница запекаются. Это придает блюду необычный вкус. В первую очередь готовим баклажаны. Разрезаем их пополам. И укладываем на лист, застеленный пергаментной бумагой срезами вверх. Туда же выкладываем морковь. Ставим лист с баклажанами в духовку, разогретую до 180-200 градусов. Сладкий болгарский перец моем, режем пополам и вычищаем, убирая все семечки. И также выкладываем на лист, но теперь уже срезом вниз. Туда же в духовку минут на 20 должна появиться темная корочка. Пока овощи запекаются, мы займемся помидорами. Каждую необходимо надрезать и уложить все в кастрюлю. Заливаем помидоры кипятком на несколько минут. Это необходимо для снятия кожицы. Делается это все очень просто. И уже через несколько минут все помидоры почищены. И мы отправляем их в мясорубку на томатный сок. Перекручиваем ошпаренные и очищенные помидоры. Получается однородная масса. К этому времени запеклись перцы. Смотрите, обязательно должна быть вот такая темная корочка. Снимаем перцы с листа и складываем их в целлофановый мешок. В нем они должны немного остудиться. Так как весь перец не вошел на первый лист, все, что осталось из сельдерей, выкладываем на противень и также ставим в духовку, где у нас уже подходят баклажаны. А давайте проверим, как себя чувствуют баклажаны. О, то, что надо! Оставляем их остывать, также сложив мешок. А пока займемся перцем. С него надо снять кожицу. Это делается очень быстро и просто. Аналогично поступаем с запеченными баклажанами. На это у вас не уйдет много времени. Вот так должны выглядеть запеченные и очищенные баклажаны. Запеченную морковь также чистим. Все овощи готовы к дальнейшей переработке. Вы заметили, мы добавили готовый жареный лук. Можно взять и сырой, но тогда его также необходимо запечь. Включаем мясорубку. Отверстия в решетке должны быть крупными. Все перекручиваем. Вроде бы хлопотно, но каждая операция занимает считанные минуты. Поэтому на приготовление лютеницы не уйдет много времени. Настало время варить томатный сок. Ставим кастрюлю на плиту, включаем ее. Варим, помешивая минут 5 после закипания на небольшом огне. Когда сок немного уварится, добавляем соль, сахар, подкопченную паприку и еще куркуму. Во-первых, она хоть и не дает какого-либо вкуса или запаха, но очень полезна. И еще выступает в роли консерванта, так как у нее мощные антибактериальные свойства. Хорошо все перемешиваем и добавляем другие специи. Карри, сухой чеснок, можно конечно же и свежий. Стручковый перец мы заменили на лимонный молот. Снова даем томату закипеть и добавляем перекрученные овощи. Хорошо все размешиваем. Минут через 7 после закипания смеси добавляем растительное масло и уксус. Его мы добавляем в целой безопасности, так как наши заготовки будут храниться при комнатной температуре. Варим смесь еще 5-7 минут, постоянно помешивая. Иначе наш соус будет сильно плеваться. Проверяем соль, сахар. Если ничего не надо добавлять, можно раскладывать лютеницу в подготовленные банки. Банки должны быть предварительно очень хорошо и тщательно вымыты и быть сухими при раскладывании продукта. Вот такой выход с одной нормы. Примерно 3 литра соуса. Укутываем банки на 2-3 дня для медленного остывания. А зимой это будет отличное дополнение ко вторым блюдам. Пикантная добавка к весным бутербродам, да и как самостоятельная закуска соус лютеница очень хорош. Приятного вам аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok